Все стремятся сделать именно школу, а школу делать не надо. Потому что Михаил Трач, он школу не делает. Он вместе с нами образ жизни делает. Он просто формирует совместно с ребенком, по представлению ребенка, образ жизни. И как вот ребенок мыслит, как он должен жить, это не цель, это средство. Жизнь – это процесс неповторения, поливариантный. И попробовать что-то копировать, ну вот она даже сама природа, она себя, скажем так, в базовых началах она себя копирует, воспроизводит. Но она всегда это делает по-новому. Ветка на дереве никогда не будет расти точно так же, как росла год назад, если там не обломали, или это соседний деревень. Она будет расти по-своему. Она сохранит логику движения, но реализацию движения она изменит. И так будет с любым, кто попробует создать нечто новое, или даже на базе этого. Базовые принципы они сохранятся. Краеугольные камни системы, они будут лежать в основе. Но настройка, она будет уже принадлежать тому человеку, который станет во главу. У нас, многие вот считают, что школа академика Читина, ну это такое константное явление, вот мы здесь находимся, на самом деле это не так. В том плане, что да, руководитель Михаил Петрович, но каждый год школа меняется. Она меняется каждый месяц, каждую неделю. Потому что замена в руководстве, потому что Михаил Петрович это верхушайник, мы скажем так, да, он генеральный директор всего образовательного процесса. Но у него есть научно-педагогическое объединение, в котором есть руководители. И каждый руководитель ведет работу в соответствии со своими представлениями. Смена руководителя сказывается на смене жизнедеятельности всего коллектива. А если у нас один коллектив меняет, скажем так, не кардинально, но он все равно меняет модель своего развития, потому что кто-то приходит новый с новыми предложениями, с новым видением, как построить работу. Мы же экспериментальная система, это наша главная задача. Что слава Богу, что у нас есть возможность вставить эксперимент. Есть у нас задача вставать раньше, мы вставим раньше. Есть задача там углубиться в изучение одного предмета на протяжении определенного количества времени, допустим, 10 дней. Нас никто не лимитирует, мы этим занимаемся. И это наше преимущество, скажем так, перед другим системой. Мы ставим постоянный эксперимент. И вот в зависимости от того, в какой стадии эксперимента находится, часть образовательного учреждения, она же влияет на всю школу. Поэтому школа постоянно обновляется, она новая. Допустим, вы приезжали год назад и приехали сейчас, вы приехали в две абсолютно разные школы. На что нацелено состояние мужское? С каким смыслом идет подход в общении с мальчишками, в зависимости от возраста? Ну, подход один – это строитель Родины, да? Мужчина, он вообще по призванию, ну, как сказать, в самом условии мужчина, он заложен сакральный смысл. То есть, это строитель, организатор, наверное, тот, кто оберегает Родину. Скажем так, столб Родины, да? А богатыри – это носители этого состояния, они вышли. Поэтому к парням… Очень важно, на самом деле, вы отмечаете это правильно, как обращаются к ребенку. Потому что как его мыслит, как его видит руководитель, как его мыслит наставник, как его мыслит просто товарищ. Он же ему задает программу таким образом. Поэтому, когда передо мной сидят младшие, он говорит, ну что, чудо-богатыри. Я их невольно заставляю к этому уровню подтягиваться. Очень важно, ребенка правильно позиционировать. Вот опять же, к тем образом мы возвращаемся. Всегда должен быть, как говорят, царь в голове, да? Образ, который… У нас такое мнение бытует, что мужчина, он начинается с порядка. С порядка во всем. С порядка в вещах. С порядка с внешним видом. С порядка в пространстве вокруг себя. И мужчина, он должен с собой порядок образовывать, внести. То есть, человека как личность можно практически на любом процессе. Главное, чтобы процесс был созидательный. Если ребенок от занятий развивается как личность, цель достигнута. Поэтому здесь мы просто избрали как ключи хореографию, рукопашный бой. По той простой причине, что это можно дать глубокое методологическое обоснование. С позиции того, что занимаясь тем, чем занимается твой род, чем занимаются твои предки, ты будешь развиваться. Это гарантия 150%. Человек, если мы исходим из представления о том, что человек создан по образу и подобию Божию, он с определенной целью пришел на эту землю, да? И человек приходит не случайно, а человек приходит в определенный народ, да? А народ, он является собой макроинформационную структуру, который закреплен на определенной географической точке, да? И задача народа упорядочить информационное взаимодействие космического масштаба и земного. То есть у нас, допустим, русские, как соборный этнос, да, состоящий из очень многих этносов, они находятся на этой территории именно потому, что по качеству своего информационного взаимодействия со Вселенной, они способны информацию воспринимать, перерабатывать и, скажем так, синхронизировать, да? Гармонизировать. Допустим, чеченцы, они находятся в горах, потому что они по своему состоянию, они гармонизуют в горах. Дагестанцы и так далее. Сейчас больше переходит в статус, ну, скажем так, какой-то социальной единицы, социального масштаба явлений, да? То есть русские, допустим, это что? Это Российская Федерация. А русские – это население, которое ее населяет. То есть это, скажем так, функционеры, которые выполняют свою функцию. Учителя, там, обслуживающие газовые сети, там, нефтедобывающие фабрики, нефтеперерабатывающие и так далее, так далее, так далее. Комбинаты. Вот. Точно так же в любой стране, какую мы сейчас не возьмем, сакральное понятие народа, но выхолощивается. И выхолощивается целенаправленно. Так вот, встает вопрос, как сохранить связь человека, почти ставшего социальной единицей на сто процентов, с таким макроинформационным комплексом, как народ? Как это сделать? Все очень просто. У каждого народа есть свои определенные, ну, и мы говорим о том, что информационные способы взаимодействия, да? Вот, допустим, танец народа – это тот же образ жизни народа, просто аккумулированный в движении. Песня народа – это образ жизни народа, аккумулированный в слово, в музыку, да? Рукопашный бой или боевое искусство народа – это способ его движения с целью защитить то, что он имеет. И у каждого народа свойственный им способ передвижения в пространстве, я имею в виду танец рукопашный бой, своя песня. Потому что мы говорим «звук, вибрация, информация», так? В зависимости от того, какие энергии перерабатывает народ, такие у него вибрации. Движение в пространстве – тоже информация. То, как двигается народ, такую вот он информацию перерабатывает. Именно поэтому у нас ребенок занимается народной песней, народным танцем, чтобы он из состояния социума не вышел, а как бы сохраняя себя в нем, потому что сейчас такое время, нельзя противостоять социуму, надо в нем работать и его изменять с целью улучшить, да? Мы вообще отрицаем полностью идею противостояния. У нас нигде, ни в рукопашном бое, нигде вы не увидите жестких блоков или там противостояния. У нас пластик, мы пластично вписываемся во все, поток такой, слышали, наверное, слово «Изусть Махов Троича» и вообще целый. Психически здоровый человек – это человек потока. Что значит человек потока? Тот, который в соответствии со всеми информационными процессами гармонично живет и развивается. В котором свободна мысль, в котором храмов нет. И когда мы начинаем поиск какой-то области, мы свободны. И вот мы начинаем новую тайну сделать, мы начинаем мыслить. И начинаем искать этому танцу подтверждение. Почему вот еще встает вопрос всегда? Почему мы так плотно занимаемся историей? Какой главный предмет у нас? У нас главный предмет – история. Ни физика, ни химия, ни математики, ни биологии – история. Почему история? Потому что в истории заложены ответы на все интересующие нас вопросы. Поэтому хотите понять, как жить дальше, учите историю. Потому что ваш народ уже проходил все. У нас главный инструмент в познании – это совесть. Вот мы когда работаем над какими-то событиями, будь то события Великой Отечественной войны или похода Александра Македонского, мы пытаемся найти смысл всего этого происходящего события, увязать его со всем происходящим на всем земном шаре одновременно. И по совести смотрим. Если вот на душе ложится, на душе хорошо, наше вот это вот такое, мы считаем, что мы правильно идем. Потому что есть в человеке вот это вот чувство знания, которое позволяет определять верное или не верное. Очень важно масштабировать ребенка в крупный формат, понимаете, да? Потому что если ребенок, он является просто учеником средней школы, мелкого формата, он как личность не развивается. А если изначально он приходит, на него сотрят глаза и говорят, ты человек Вселенной. И от твоих поступков зависит то, как вообще во всей Вселенной движутся светила и тела. Когда ребенок с осознанием этого начинает жить, вот тогда, наверное, и начинается вот этот вот образ, это школа. Забота у нас простая, забота наша такая, Жила бы страна родная И нету других забот И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет Пускай нам с тобой обоим Беда грозит за бедою Но дружбу мою с тобою Одна только смерть возьмет И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет Пока я ходить умею Пока глядеть я умею Пока я дышать умею Я буду идти вперед И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет Не надо нам покоя Судьбою счастлив такую Ты пламя берешь рукою И ханем ломаешь льв И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет И так же, как в жизни каждый Любовь ты встретишь однажды С тобою, как ты отважна Сквозь бури она пойдет И снег, и ветер И звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную даль зовет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok